В эфире информационная программа В эфире информационная программа В четверг пять семейно вырожденных малышей получили памятный знак родившемуся на Рязанской земле Торжественная церемония прошла во втором роддоме Памятный знак вручал глава региона Николай Любимов На событии побывала Ирина Ковалева Пять богатырей мирно посапывают в своих кроватках, даже не подозревая, что именно они главные герои сегодняшнего торжества Георгий, Василий, Марк, Михаил и Алексей появились на свет всего несколько дней назад И уже сегодня стали обладателями памятного знака, который подтверждает, они родились на Рязанской земле Его вместе со свидетельством о рождении и подарками вручил счастливым родителям губернатор Рязанской области Николай Любимов Мы этот знак учредили, во-первых, для того, чтобы у вас и потом у детишек, когда они вырастут, была память о том, что они действительно родились здесь, на Рязанской земле Конечно, хотелось бы, чтобы они нашли себя потом именно в нашей области, чтобы у них была такая возможность, чтобы Рязанская область всегда ими гордилась Поэтому хорошее внимание со стороны государства Живко Милович говорит, что в России самые красивые женщины Именно поэтому он женился на Русской и переехал сюда из Сербии В их с Юлей семье это второй ребенок, долгожданный сын А вот у Читы Плотниковых родился первенец, сын Михаил Кстати, за его появлением на свет наблюдал и папа Это очень круто, если бы не муж, мне кажется, это было вообще в сто раз тяжелее, потому что он меня поддерживал Я не ожидал, что он так будет себя вести там Для меня не особо было тяжело Поддерживаться Я сам в себе охотник Так сильно будет себя поддержать Ну, что видел, но на самом деле нужно, стоит попробовать, очень стоит попробовать поддержать жену Папочкам нужно тоже увидеть, когда их малышка является на свет Такого внимания со стороны властей семья Плотниковых, конечно, не ожидала Для них это стало приятным сюрпризом, который сделал их внутрисемейный праздник еще более значимым и радостным Мы теперь будем гордиться этой медалькой и им показывать потом, что вот он был именно губернатором, награжден медалькой и подарками Николай Любимов пожелал всем новорожденным и их родителям здоровья и любви А также отметил, что вопрос поддержки молодых семей приоритетный для региона А реализация инициатив президента поможет в воспитании детей в первые годы их жизни Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город» Формирование пенсионных накопления, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала Поддержка детей-сирот, чьи родители неизвестны и индексация пенсии В региональном отделении пенсионного фонда в четверг подвели итоги 2017-го и рассказали о новшествах этого года Валерий Седов продолжит За прошедший 2017-й год страховая пенсия увеличилась на 5,4% Это один из самых главных итогов, по словам Геннадия Пашина, главного управляющего пенсионного фонда России по Рязанской области Пенсия по гособеспечению также повысилась на 1,5% А вот у работающих пенсионеров индексация страховых пенсий не осуществлялась На текущий год таких в регионе насчитывается свыше 70 тысяч человек Из-за отсутствия индексации многие из них ушли с работы и стали получать пенсию И для них есть хорошая новость Если до 2018 года первые три месяца после ухода с работы пенсионные выплаты у них не индексировались То теперь пенсионеры получат все необходимые денежные средства Весь размер страховой пенсии мы на момент проиндексировали на 3,7% При фактической инфляции, которая уже сегодня, так сказать, узаконена По итогам 2017 года 2,5% То есть видим, что уровень индексации он был на 1,2% выше, чем фактическая инфляция в 2017 году Выросли страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильцев почти у 270 тысяч неработающих пенсионеров Пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируем с 1 апреля на 4,1% И как законодательство установлено ежемесячные денежные выплаты мы проиндексируем с 1 февраля Увеличились и социальные выплаты для федеральных льготников Появился новый вид пенсии для детей, чьи родители неизвестны До 2018 года им не полагалось никаких выплат и они жили полностью за свой счет С 1 января 2018 года органы пенсионного фонда назначают пенсию детям, у которых неизвестны родители Раньше эти дети не получали никаких видов пенсии И потом, когда они выходили из детских домов при достижении 18 лет У них дальше никаких средств к существованию не было, только кроме той работы или где-то они учились и так далее Социальная пенсия будет выплачиваться детям до 18 лет А в том случае, если они будут обучаться по очной форме, по основным образовательным программам до 23 лет Размер социальной пенсии для них составит чуть больше 10 тысяч рублей Изменился и порядок выплаты для матерей С 1 января 2018 года семьи, в которых родился первый ребенок, будут получать денежные средства в размере почти 10 тысяч рублей Правда, для этого должно выполняться одно условие Чтобы понять, имеет ли семья право на эту социальную выплату Нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев Разделить на 12 Потом разделить на количество членов семьи Включая ребенка, который только родился И если полученная величина не превышает 15 208 рублей 50 копеек Можно подавать заявление на ежемесячную выплату Следить за уменьшением или увеличением пенсионных баллов в суммы выплат И взаимодействовать с органами пенсионного фонда любой человек может онлайн На портале ПФР Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» У православных верующих сегодня крещенский сочельник Во всех храмах совершают обряд освящения воды Верующие готовятся к празднику Крещения Господня Пластиковые бутылки, стеклянные банки, пяти и даже 19-литровые тары Крещенский сочельник, верующие стремятся прийти к храму Для того, чтобы набрать крещенской воды Мы пришли за водичкой, крещенская водичка Она считается целебной водичкой Будем пить, умываться, ну и оздоровляться, скажем так Все, говорят, помогает она хорошо Где осветить, где что Ну, школя такая, как вам сказать, завелось такое Это уже ведь с очень раннего, давно уже это заведено Поэтому все ждут крещения, налить водички Кто покупаться, кто каждый по-своему Мы всегда берем 18-го А так, кто берет 19-го, можно и 18-го, и 19-го брать Это вода святая Вот праздники, и так, когда заболеешь пить Я пью частенько Вот видите, сколько набрала Именно в крещенский сочельник по уставу церкви Осуществляется великое освящение воды Церковь ее называют великой святыней Великая геасмой, если по-гречески Вода, через которую Господь дает человеку особую свою благодать Которая относится, как действительно, к величайшей святыне Потому что в какие-то редкие случаи, ситуации Эта вода даже причастие заменяла людям Которые по каким-то причинам не могли причащаться То есть это не просто освященная вода, как на молебнах освящают Это действительно вода, освященная особым чином По традиции, таким же образом освящение повторяется и в сам день крещения Так что завтра, 19-го января, верующие также смогут прийти в храм за водой Которая своими свойствами не будет отличаться от воды, освященной в сочельник Однако священнослужители отмечают Главный смысл не в том, чтобы набрать в эти дни святой воды А в том, чтобы помолиться во время ее освящения Поприсутствовать на молебне Ведь Господь дает благодать для исцеления святой водой именно по молитве Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город» Рязанцев призывают не выбрасывать новогодние елки В областном центре начали работать пункты приема В течение недели жители города могут сдавать хвойные для дальнейшей переработки Как они могут пригодиться, узнавала Ирина Ковалева Праздники подошли к концу Это значит, что пришла пора расставаться с новогодними елками Если искусственные красавицы займут свое почетное место в шкафах и кладовках То живые деревья, скорее всего, отправятся в мусорные контейнеры А оттуда на свалку бытовых отходов, где их нахождение нежелательно Всем известно, что древесная смола является легко воспламеняющимся веществом А это значит, что елка может стать причиной пожара Тогда как она могла бы принести реальную пользу Елочки, которые отслужили нам на Новый год, порадовали нас Они могут быть полезны тем, что переработаны и получены из них древесные мульча Которые от хвойных деревьев, она очень благоприятная для почвы Потому что, если так сказать, это правда хоть свежие от слизней, от таких вот ползучих вредителей Мульчу, полученную путем переработки тех хвойных деревьев, которые рязанцы принесут к специальным пунктам сбора Используют впоследствии для удобрения зеленых зон Рязани Центрального парка культуры и отдыха и лесопарка Прием елок будет осуществляться ежедневно на протяжении недели с 9 до 18 часов на четырех площадках В управлении благоустройства на улице Урицкого, в Верхнем городском саду А также на территории зеленых зон на площади Маргелова и пересечении улицы Западной с Московским шоссе Кроме того, дирекцией благоустройства города ежедневно будет осуществляться вывоз новогодних хвойных деревьев С контейнерных площадок многоквартирных жилых домов Ну, конечно, лучше привезти, потому что ее могут забрать мусоровозы, которые, если это тем более небольшая елка Поэтому лучше привезти, но если уж кто-то не сможет, то мы постараемся забрать Акция по сбору хвойных деревьев организуется в нашем городе уже во второй раз В предыдущий год эту инициативу поддержало большое количество рязанцев В администрации города надеются, что и в этом году горожане проявят сознательность Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город» 75 лет назад произошел прорыв блокады Ленинграда Блокада длилась 900 дней 18 января советским войскам удалось прорвать вражеское кольцо Но до полного освобождения оставался еще год По разным данным, за время блокады погибли от 400 тысяч до полутора миллионов человек В памятный день в библиотеке имени Горького состоялся диалог поколений На мероприятии побывал мой коллега Валерий Седов Ровно 872 дня длилась блокада Ленинграда Это самая продолжительная и страшная осада за всю историю человечества Она унесла более двух миллионов жизней Это подвиг наших родителей Наших предков Которые прошли через блокады Ленинграда События блокады и ее прорыва Это величайшая страница подвига нашего народа В день 75-летия со дня прорыва блокады Ленинграда В библиотеке имени Горького состоялся диалог поколений Под названием «Ленинградский день победы» На мероприятие пришли школьники, студенты, активисты волонтерских движений Члены всероссийского военно-патриотического движения «Юн армия» Главными же гостями стали ветераны Великой Отечественной войны И те, кто пережил блокаду Ленинграда Мероприятие началось с минуты молчания Звук метронома имел большое значение для жителей Ленинграда Его стук звучал в эфире, когда радио не работало Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный отбой На мероприятии были зачитаны письма блокадников и отрывки из дневников На весь зал звучали слова полной грусти, боли и надежды Были показаны видеофрагменты и фотографии блокадного Ленинграда Мероприятие призвано сохранить память о героическом прошлом нашей страны И содействовать воспитанию в юных гостях чувство глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны В истории практически нет других примеров, чтобы город, окруженный врагом, не только не сдался, но жил и сражался, и победил Азбука Рязани, фотографии различных мест города, открытки с информацией об известных рязанцах Все это создает скульптор и фотограф Александр Синицын Наша съемочная группа пообщалась с автором и узнала, что мотивирует молодого человека на создание таких проектов В группах Рязани сети интернет все чаще стали появляться вот такие фотографии Благодаря им мы можем узнать, как выглядел тот или иной уголок нашего города в прошлом и сравнить, что стало с ним в настоящем Автором этого и многих других проектов, связанных с историей города, является Александр Синицын Родился он в Рязани, однако длительное время прожил в Украине Работал там журналистом, снимая передачи об истории и достопримечательностях Одессы Однако в связи с последними событиями Украину ему пришлось покинуть Приехав в Рязань, я понял, что раз я там оказался в таком количестве событий, а здесь все спокойно Я понял, что мне самому нужно как-то вот, как-то крутиться, развивать движение вокруг себя И перенес несколько проектов, которые были в Одессе Это совмещение старых новых фотографий в этот проект Там сто, я закончил, сто видов сделал Это открытки с персоналиями, то есть тоже в Одессе они были И сюда я более подробный проект привез именно по рязанцам, которые родились, которые связаны с Рязанской землей Совсем недавно Александр закончил еще один проект – Азбуку Рязани Здесь каждую букву, кроме «Ы», а также твердого и мягкого знаков, молодой человек связал с нашим городом Причем не только с его достопримечательностями Так, например, к букве «ЙО» прилагается надпись «ЙО-МАЙО» и живописная фотография рязанских дорог Возможно, этот ассоциативный ряд, он не совпадает со всеми Потому что, естественно, там на букву «П» предлагали и «Пожалуйста», и «Полонского», и так далее У меня это «Почтовая», еще были несколько вариантов Это просто такая возможность запустить ассоциации Потому что мы часто, вот у приезжих и у нас самих есть определенные стереотипы В Рязани это Есенин, ВДВ, отчасти Циолковский, отчасти Павлов Но вот все эти проекты, включая азбуку, включая открытки, включая фотографию Все это возможность протянуть маленькие вот эти вот нити между смыслами Которые вот прямо вот так вот в лоб не говорятся Александр Синицын активно принимает участие в самых разнообразных проектах Которые касаются истории города, его благоустройства и развития туризма У Рязани огромный потенциал, считает молодой человек Просто нужно разбудить интерес к городу и его истории у самих рязанцев Наполнить его яркими деталями Тогда и туристы сюда потянутся, и все мы будем гордиться Рязанью А гордиться есть чем Об этом Александр рассказывает при помощи своих фотографий На них привычные улочки, памятники, дома открываются с новой стороны Самое главное, все работы пронизаны любовью автора к своей малой родине Сейчас Александр готовит небольшую персональную выставку, которая в скором времени откроется в кафе «Старый парк» Познакомиться с работами фотографа и заново влюбиться в Рязань сможет любой желающий Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Рязанцам предлагают посчитать зимующих уток Акция «Серая шейка» пройдет в ближайшие выходные Для участия рязанцам нужно будет посчитать водоплавающих птиц И отправить координаторам проекта такую информацию, как дата, время и место наблюдения Название и примерная площадь водоема, а также погоду в день учета Акция проходит в областном центре уже в четвертый раз И на этом у меня все Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв Мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего завершения дня Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района» Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир Высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни До конца октября действует акция Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок Успей! Будем держать акцию до 27 декабря Повторяю дислокацию ТЦ Премьер, павильон на парковке Повторяю дислокацию